Толерантна ли Северная долина к особенным горожанам? Представители движения на коляске без барьеров показали, как выглядит микрорайон глазами колясочника. Проверить, есть ли в Северной долине дискриминация по признаку инвалидности, ревизоры решили самым показательным способом. Дать оценку микрорайону пригласили людей с ограниченными возможностями. Инвалидам предложили пройти самый простой, популярный и бытовой маршрут. Продуктовый магазин, банк, аптека, но сперва самое важное – центр социальной реабилитации. Чтобы добраться сюда, участникам акции, а это все жители микрорайона, пришлось изрядно попотеть. Если для здорового человека этот путь прост, то для колясочника – настоящая полоса препятствий. Можно объеду, я не буду что-то тестировать, потому что здесь можно навернуться, а пачкаться не хочется. Максим Лапшин переехал в Северную долину из поселка Песочное. Говорит, там для колясочника жизнь совсем не малина. Здесь значительно лучше. Как-никак микрорайон построен недавно, по новым ГОСТам, но, как выяснилось, без души. Удовольствия мало, скажу честно. Зимой эти все поручни, они по новому СП должны быть теплыми. А, соответственно, вот это, когда металлический, реально холодно, без перчаток. Впрочем, дорога до отделения реабилитации – еще полдела. Неудобный въезд – лишь меньшая из бед. Внутри так мало места, что здесь одновременно может поместиться только один колясочник. В Северной долине зарегистрировано около двухсот инвалидов, но полноценного центра для них нет. А мы с удовольствием. Как только нам дадут помещение, нам уже нужно будет, извините, старческий дом. А вот визит в продуктовый магазин мог закончиться голодной смертью проверяющего. На съезде с тротуара припарковали автомобиль. Искать следующий спуск пришлось довольно долго и вновь не обошлось без нарушений. Этого поливрика должно быть вот такого завышения. То есть оно должно быть ровно, чтобы был коляска полностью. В ходе двухчасовой инспекции проверку также прошли Сбербанк, аптека и медицинский центр. Ревизоры сосчитали около трех десятков нарушений. Аналогичные ревизии уже проводили в разных частях Петербурга, поэтому на контрасте выводы об этом жилом массиве получились неоднозначными. Нет, жить, конечно, можно. Это гораздо лучше, чем в каких-то старых фондах, где вообще ничего не обустроено. Но тут работать, работать, еще раз работать, тут очень много надо, конечно. Просто надо открывать СП-59, читать. Все найденные замечания общественники зафиксировали на камеру. После прогулки им предстоит рассылка жалоб и запросов. Выявленные дефекты должны исправить управляющие компании, дорожные службы и частные фирмы.